Добрый день. Вы знаете, что метастазы головного мозга очень важные патологии. У нас очень много пациентов в мире, которые больны раком. От 20 до 40% пациентов, имеющих рак, имеют в течение жизни один метастаз хотя бы. И у нас 8% в Швеции больно, например. И, естественно, радиохирургия продемонстрировала свои мощные возможности в лечении метастазов мозга. Это, пожалуй, одно из самых лучших решений в сфере лечения метастазов головного мозга. В то время как развивается больше метастазов мозга, потому что население стареет, МРТ регистрирует больше метастазов головного мозга. Это очень важно, чтобы было системное лечение, которое бы усовершенствовало уровень выживаемости. Если будем контролировать первичные опухоли в течение времени, то тогда, естественно, ситуация улучшится. Но вот, посмотрите, нам необходим совершенственный контроль, больше опухолей необходимо лечить и, естественно, использовать радиохирургические возможности. Но за последнее время нам пришло изменить парадигму. Мы знаем, что все ученые работают в парадигмах, и все парадигмы лечения метастазов головного мозга касаются радиотерапии множественных опухолей. И, безусловно, здесь меньше или отсутствуют побочные эффекты. Я сейчас буду вам говорить, что на самом деле парадигма все-таки меняется. Первая парадигма заключалась в распределении метастазов от первичной опухоли к попаданию в кровь. Вы знаете, что метастазы – это экстрааксиальные опухоли, они имплантируются в мозг. И вот эта старая схема лечения поменялась. Вот это новая схема имплантации с двумя концепциями. Концепция касается возможностей и потенциалов клеток метастазов с точки зрения имплантирования в ткань мозга и возможности ткани мозга получать, принимать все эти клетки. И перед вами вот группа протеинов в мозгу, в церебральной ткани, которая может создать возможность имплантации метастазических клеток в мозгу. Мы перешли от классической новой концепции имплантации. Каковы цели лечения пациентов с метастазами головного мозга? Это местный контроль, это уровень выживаемости, это качество жизни и отдаленный контроль. И необходимо работать лучше с пациентом. Что мы можем сравнивать, когда мы говорим о качестве жизни и о уровне выживаемости? Здесь, конечно, можно аналогия с весами. Можно, конечно, выжимать, но при этом снижать качество жизни с другой стороны. Поэтому очень важно сохранять баланс. Давайте сейчас подойдем к философии лечения. И впервые радиотерапия приобрела очень большое значение. Например, были публикации в 1990 году в английском журнале по медицине, где было объяснено, что радиотерапия мозга – это очень важное решение. Но когда мы подходим к первому решению, то оно заключается в том, что пациентов с одним метастазом хирургии плюс радиотерапия лучше, чем сама по себе радиотерапия. Поэтому, да, здесь происходят изменения. Если мы будем сравнивать хирургию метастазов мозга, мы видим, что только хирургия, которая у нас есть, она имеет большое количество рецидивов. А хирургия и радиотерапия сокращают уровень рецидивов. Это важная концепция. Почему? Потому что все знают, что происходит инфильтрация клеток в церебральную ткань. То есть мы можем вынимать метастазы, но мы не уверены, что мы можем вынуть все опухолевые клетки. И именно поэтому необходима радиотерапия после хирургии. И вот это очень интересный скан, который демонстрирует, что это опухоль, а это инфильтрация, которая окружает опухоль. По этой причине радиационные данные очень важны нам. Вопрос. А как радиопия должна быть до хирургии или после хирургии? Было продемонстрировано, что нет разницы в уровне выживаемости. Еще другой вывод, это что лучше радиотерапия после хирургии, чем сама по себе хирургия. И если у пациентов один метастаз, лучше радиотерапия после хирургии. И один метастаз, это комбинация обоих подходов очень важна. И очень важны базовые публикации. Это было исследование АОТГ в 1980 году. Были созданы основы лечения метастазов мозга. И концепция радиохирургии была разработана. Было продемонстрировано, что никаких изменений в уровне выживаемости, если будем сравнивать саму по себе радиотерапию с радиотерапией всего мозга. Может быть, тут больше нужен контроль, отдаленный контроль. И еще один момент. ВБРТ плюс РС – это самое лучшее лечение при наличии одного метастаза. И при этом нужно принимать во внимание наличие двух или трех. То есть сейчас развиваются новые концепции лечения. Затем мы идем. Мы говорим о лечении одного метастаза. Но что происходит, если несколько метастазов? Я думаю, что здесь опять-таки следует изменить парадигм. Чтобы учить не только один метастаз, а один метастаз, два метастаза, три метастаза. Чтобы использовать все возможности хирургии и радиотерапии. И еще одна концепция. Радиотерапия всего мозга не увеличила уровень выживаемости пациента, у которого метастаза от одного до четырех. Сочетание с хирургией. Но если мы можем добавить радиотерапию пациента, который уже прошел хирургическое явление, мы не увеличиваем выживаемость. Но тут необходимо изменить удаленный контроль. Поэтому что происходит в этом случае? Еще один феномен происходит у пациента с выживаемостью. Изменяются когнитивные функции. Мы знаем, что у пациента, который прошел терапию всего мозга, происходит изменение нейрокогнитивных функций. Было очень важное исследование, которое происходило, продемонстрировало, что пациент, который получил радиотерапию всего мозга, имеет проблемы в функциональных состояниях, изменение неврологического статуса. И вот мы исследовали группу, которая прошла только радиохирургия и другая радиохирургия, и просто радиотерапию. И мы смотрели, что 20% демонстрировали нарушение когнитивной функции, и у 27% патология нейрокогнитивной функции. Это очень важная функция, потому что наши пациенты сейчас живут больше и больше. Но нам нужна не только выживаемость, о которой я говорил, а нам необходимо сохранить качество жизни. И именно по этой причине заключение взглядит то, что больше нейрокогнитивных нарушений у пациента с СРС и ВБРТ, чем сама по себе СРС даже с рецидивами. Это очень важно, потому что меняется вся парадигма. Мы узнаем, что последняя встреча продемонстрировала, что во многих патологиях терапия всего мозга ВБРТ, уже нет в ней необходимости. А вот пример пациента, который лечился ВБРТ. Мы видим лейкоэнцефаломоляция, которая у него наступила после этого. То есть были проблемы с памятью и прочее. А это очень интересное исследование, которое зарегистрировало нейрокогнитивное ухудшение после лечения ВБРТ, терапии всего мозга, радиотерапии всего мозга. Что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить этот феномен? Это очень важно. Гиппокампус. Мы должны сохранить гиппокамп. Мы не лечили пациентов ВБРТ без того, чтобы не пощадить, не сохранить функцию гиппокампа. Мы знаем, где находится функция памяти. Это все эти функции, сосредоточенные в гиппокампе. И вот это наша плоскость в лечении пациента. Мы видим, что мы исключаем гиппокамп из лечения, и мы сохраняем эту часть мозга. Мы знаем, что только 2% метастазов могут располагаться в области гиппокампа. Именно по этой причине сохранение гиппокампа дает нам возможность предотвратить такие нарушения, эффект, который связан с ухудшением нейрокогнитивных функций. Что происходит с радиохирургией? Здесь увидим очень интересный слайд. В 1991 году только 1 тысячу пациентов лечили радиохирургией. Вы знаете, что произошло в 2010 году? 226 пациентов прошли радиохирургическую терапию. Изменилась концепция от ВБРТ до радиохирургии. И этот слайд демонстрирует, насколько за последние годы радиохирургическое лечение стало интересным и мощным инструментом в лечении метастазов головного мозга. Еще один момент. Что произошло в США? В 1993 году мы провели 4804 радиохирургических интервенций в мозгу и 1900 радиохирургий. Но в 2011 году ситуация изменилась. Мы сделали 7 тысяч хирургических вмешательств и 8 299 радиохирургических вмешательств. То есть мы сейчас перешли в сферу радиохирургии. И если мы сравниваем эволюцию лечения и выживаемость, мы видим, что радиотерапия мозга и просто хирургическая, они приблизительно в одном и том же состоянии. Но когда происходит радиотерапия мозга, у нас могут быть нейрокогнитивные проблемы. Вопрос заключается в том, а сколько метастазов мы можем лечить? Это была большая проблема. Я считаю, что в 2010 году я, вот когда был на американском конгрессе нейрохирургов, и они говорили, что количество метастазов не проблема, но это проблема объема. Очень интересная концепция. Потому что последняя публикация продемонстрировала, что количество метастазов, которые мы должны лечить с помощью радиохирургии, это не проблема. Это последняя публикация, которая публикована журнале по онкологии, которая продемонстрировала, что радиохирургия при множественных метастазах головного мозга очень полезный инструмент лечения. Это исследования, которые продемонстрировали, что пациенты, которые имеют от 5 до 10 метастазов головного мозга, имеют те же самые результаты по сравнению с пациентами, у которых от 1 до 4 метастаза, и они имеют хорошую выживаемость и хорошее качество жизни. Это означает, что я лечил пациентов с 20 метастазами головного мозга, 8, 7 и 5, и лечил в различное время. Но это исследование продемонстрировало, что пациенты, у которых 10 метастазов, они также могут иметь хороший уровень выживаемости. И даже те люди, у которых было более 20 метастазов, умирали не от этого, они умирали от первичной опухоли. Если можем контролировать первичную опухоль, мы можем получить хорошие результаты по лечению метастазов мозга. Вы знаете, что все работают с руководящими, в принципе, НССН, но в них есть большая ошибка. Почему? Потому что они лечат все метастазы как одну категорию. А все метастазы абсолютно разные. Метастазы меланомы отличаются от метастаза рака простаты, от лёда рака лёгких. Мы не можем лечить все метастазы, они тем же способом. Что это означает? Например, у вас есть мелкоклеточный рак лёгких. Возможно, вам подойдёт радиотерапия. Но если мы возьмём меланому, тогда радиотерапия вообще не подходит. Мы не сможем достичь нужных радиообиологических доз лечения. Например, в раке почек и в случае присутствия опухоли мы не можем использовать радиотерапию. Она просто неэффективна. Нам потребуются слишком высокие дозы, чтобы контролировать эту патологию. И в этом заключается большая ошибка проводящих принципов НССН. В нашей группе мы сделали другое распределение и другую схему лечения метастазов мозга. Мы лечим их в зависимости от первичных опухолей, в зависимости от их типа. Это гораздо более наглядная и эффективная схема лечения. Таким образом, мы разделяем все опухоли на различные типы. Опухоли лёгких, опухоли груди, меланомы и так далее, и так далее. Все их нужно лечить разным способом. Например, если у вас есть рак лёгких, вы можете использовать радиотерапию. В случае с меланомой вы можете прибегнуть только к радиохирургии. И это очень важно. Также мы можем распределять опухоли с точки зрения их опухоли. Как я уже говорил, количество метастазов не столь важно. Гораздо важен объём метастазов, которые мы лечим. И поскольку они не всегда напрямую связаны непосредственно с метастазами, они гораздо важнее понимать, каковы нормальные ткани, которые окружают метастазы. Нам важен не метастаз скорее, а сама ткань мозга, потому что нужно защитить здоровую ткань от радиации. Именно поэтому мы классифицируем их с точки зрения общего объёма опухолей, поражённых тканей. И понятно, что у нас есть и обычная классификация РПА, стандартная классификация радиотерапевтических вмешательств. Что будет происходить в будущем? Мы лечим метастазы в мозгу, но у нас есть метастазы не только головного, но и спинного мозга. А там что происходит? Мне кажется, в этом направлении радиотерапия делает значительный прогресс с точки зрения лечения метастазов спинного мозга. Для этого можно использовать высокотехнологичный кибер-нож. Посмотрите, как по-разному можно его применять. Здесь вы видите этот кибер-нож, с помощью которого мы делаем радиотерапию опухоли, но избегаем медулы. Сейчас я продемонстрирую вам случай, который мы опубликовали в третьем международном... за которым получили третью международную премию для пациентки 48 лет. Огромное количество метастазов, рак груди. Здесь мы проделали для нее все, что только можно. Начали лечение в 2006 году. У этой пациентки очень длительная история. Ее лечили очень хорошо. Начали в 2006 году. У нее были различные образования в разных частях тела. Ее лечили и химиотерапией. Потом она попала в мое отделение. У нее было пять опухолей. Из них три были большие, две маленькие. Мы проделали хирургическое вмешательство, удалили эту и эту опухоли. Мы проделали одновременно две операции на двух участках головного мозга. И потом прибегли к радиотерапии, а точнее к томотерапии, для того чтобы... направленной на пораженные участки опухоли. Вот как выглядела радиотерапия в отношении трех опухолей. И то же самое сделали для двух малых опухолей. Вы видите здесь на МРТ отсутствие метастазов мозга. Вы видите изменения после хирургической операции, но очевидное отсутствие активных метастаз. Пациентка была в хорошем состоянии. На мае 2011 года вы видите контрольные снимки МРТ, отсутствие патологии в мозге. Но у нас появились очень серьезные образования в спинном мозге. мы сделали ей хирургии. 40-я ступень в медуле. Очень хорошие результаты были получены. Пациентка жила до мая 2015 года, то есть 9 лет после операции, без больших проблем. Здесь мы делаем заключенные выводы по той парадигме, которую я хотела озвучить. Единочная сессия гипофракционного лечения злокачественной опухоли дает хороший местный эффект. Радиорезистентные метастазы мозга реагируют на радиохирургию. Число метастазов в мозгу не имеет отношения. В отличие от объема не забывайте, что нам нужно учитывать не о количестве метастазов, а их объем. Радиотерапия головного мозга имеет важные побочные эффекты. Это серьезные нейрокогнитивные эффекты, нейрокогнитивные последствия терапии. И доза, гомогеничность дозы также имеет важное значение для лечения злокачественных опухолей. Повторяющиеся и новые метастазы после фракционной радиотерапии мозга также являются хорошим средством лечения таких патологий. Это первая книга, которую мы опубликовали в Латинской Америке по радиохирургии. Это наши личные руководящие принципы лечения метастазов мозга радиотерапевтическими методами. Что нам говорит Альберт Эйнштейн? Вещи не меняются, если вы подходите к ним тем же самым старым способом. Вам нужно поменять парадигму. Когда вы меняете парадигму, вы получаете лучшие результаты. Благодарю за внимание. Спасибо большое за вопрос. Интересно. Я думаю, что все вопросы мы будем задавать не сейчас, а специально у нас оставлено время для дискуссии. И это будет выражение. Хорошо. Продолжение следует...